Всем привет! С вами снова славный дружиобломов. Теперь это будет трейлером канала Муха не сидела. Проблема канала Муха не сидела в том, что на данный момент нам присылают не так много интересных вещей, как нам бы хотелось. Не то количество, на которое нам хотелось бы сделать обзор. Почему? Потому что многие люди пишут, подразумевая, что мы берем за эти обзоры какие-то огромные деньги. На самом деле это совсем не так. И нас в первую очередь интересует контент, и нам интересно самим трогать эти гаджеты, самим их тестировать и делать прикольные ролики для наших подписчиков. Более того, в чем наш плюс? Мы себя ничем не ограничиваем. Мы не говорим, что мы делаем обзоры только на гаджеты, только на сотовые телефоны, или только на ножи, или только на средства самообороны, или только на пневматические пистолеты. Мы делаем обзоры на любую интересную вещь, которую можно показать зрителям и сказать, зацените, какая фиговина. Наверное, вы такого еще не видели. То есть на данный момент мы принимаем на обзор абсолютно бесплатно любые интересные штуки. Конечно, кто-то скажет, мол, офига себе, сволочи какие, видимо, захотели просто себе на халяву всякого барахла. Да, конечно, мы все любим на халяву всякое барахло, но самое интересное, это то, что мы хотим получить классный контент, интересный для наших зрителей. Более того, если нам на обзор присылают какую-то действительно дорогую вещь, мы можем отснять обзор абсолютно бесплатно и отослать ее назад, не получив ничего. То есть, если это что-то адски дорогое и адски крутое, но очень интересное для нашего канала, мы можем получить это, даже подписав договор о том, что мы это не раздолбим и не сломаем, и вернуть это вам назад. Нам интересен контент. То есть, если вы магазин, который продает что-то интересное, который только открылся, который закупает что-то интересное, или который разрабатывает сам что-то интересное, но понятия не имеет, как пропиариться, пишите нам. Мы вас пропиарим. То есть, мы с качественным звуком, с качественным монтажом, с качественными камерами, с качественным саундтреком сделаем видео про ваш товар, сделаем на него, внимание, обзор. Не рекламу, а обзор. И, само собой, приложим все ссылки на ваш магазин. И это видео мгновенно получит от 50 до 300 тысяч просмотров. То есть, это от 50 тысяч до 300 тысяч потенциальных покупателей. Причем очень быстро, буквально в течение нескольких дней. Само собой, делая обзор, мы даем на ваш магазин все ссылки, все благодарности, что это прислали вы, что эта штука, мы показываем ее зрителю только потому, что ее прислали вы, и огромное вам спасибо. Есть ли в этом предложении подводные камни? Да, всего один. Вещь, которую вы предлагаете на обзор, должна быть интересной. Причем это не зависит от стоимости самого девайса. Для примера, я поздравляю, что ваш интернет-магазин торгует айпадами. Мы не примем айпад на обзор. Не потому, что нам не нужна пара айпадов, да, мы все любим айпады, но все по поводу айпадов в интернете уже пережевано, я извиняюсь, и выкакано. Ролик про это неинтересный. Айпад это неинтересный девайс уже кучу лет, поэтому на обзор мы его не примем, извините. То же самое, если ваш интернет-магазинчик небольшой в Саратове торгует китайскими телефонами с конфигурацией 2005 года. Я вас поздравляю, но это неинтересно. Пожалуйста, не пишите по поводу замшелого дерьма, про которое неинтересно делать ролики. А для того, чтобы вот этот критерий, интересно-неинтересно, для того, чтобы он стал более понятен, я приведу с десяток примеров. Ваш магазин торгует самыми мощными на рынке светодиодными фонариками, которые светят нахрен на 2 километра. Это интересно, из этого может получиться офигенный ночной контент. Даже если эти фонари стоят 20 или 30 тысяч рублей, это не важно, мы вернем вам эти фонари. Дело в том, что сам ролик получится офигенный и интересный, потому что это самые мощные на рынке фонари, которые светят нахрен на 2 километра. Ваш магазин торгует квадрокоптерами, у которых офигенный стабилизатор, на который цепляется GoPro и снимает в 4К. И это самый новейший квадрокоптер, который способен летать на 3 километра вокруг вас и снимать вас чуть ли не из стратосферы. Это мгновенно да, это сразу да, это офигенный контент. Конечно, мы вернем вам ваш супер дорогой квадрокоптер. Если не раздолбим. Мы не раздолбим его. Но если вы торгуете китайскими вертолетиками, которые отлетают от пользователей на 10 метров, теряют связь и падают в траву, не пишите нам. Это неинтересно. Это летает в каждом торговом центре. Это скучно. Предположим, у вас какой-нибудь туристический магазин и у вас есть какие-то новейшие надувные палатки, которые от нескольких аккумуляторов надуваются и становятся огромным шатром за 3 минуты. И это удивительно, это выглядит зрелищно. Да, 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 мы берем ваши палатки на обзор. Но если вы просто торгуете палатками, которые вот так разворачиваются и в которые вставляются, складываются палочки, а потом растягиваются в виде тента, нет. На это смотреть зрителям неинтересно. Вы торгуете камерами для съемки природы, камеры, которые вешаются в лесу, и они ждут, пока мимо них пройдет зверь и делают фотографии, и по GPS присылают эту фотографию на смартфон, и вы видите, что где-то в лесу, в километре от вас, черт подери, действительно живут кабаны или медведи. Мы это протестим. У нас есть и дача, и с медведями, и с кабанами, и с озером, с рыбами, со всеми делами. Мы это реально протестируем. Ну, до зимы, само собой. Это интересно. Но если у вас магазин китайских шпионских ручек, типа ручка, а в ней камера или диктофончик для того, чтобы списывать на экзаменах, извините, это замшелое дерьмо, это мы рекламировать не будем. У вас есть модель телефона, которая не разбивается молотком, которая там не тонет, не промокает, выдерживает 20 метров под водой и при этом заряжается от солнечных батарей, а еще она 20 тысяч миллиампер час, и с нее можно месяц звонить, даже если вы поехали в тайгу. Интересно. Но если у вас магазин обычных китайских планшетов, неинтересно. Если у вас есть какая-нибудь супер крутая электронная приманка для рыбы, которая включается и издает вибрацию, издает звуки, пиликанье, и приманивают рыбу из ближайших водорослей, да, это круто. У нас есть и озеро, у нас есть камыши, у нас есть водонепроницаемая GoPro. Мы это отснимем для вас, мы отснимем для вас, как она работает, может она и не работает, ваша вот эта ловушка, но это интересный контент. Но если вы просто хотите прорекламировать свой магазин рыболовных крючков, нам неинтересны рыболовные крючки, про них нечего рассказывать. У вас в магазине продается самый мощный на рынке пневматический пистолет, который можно приобрести легально с оптическим прицелом. Да, да, из этого безусловно мы сделаем ролик. Или предположим у вас магазин, в котором продаются поисковые магниты, которые можно закинуть куда-нибудь в колодец и вытащить что-нибудь интересное. Да, мы покажем насколько они мощные и что реально сейчас такие технологии позволяют сделать такой магнит, на котором вот такого размера можно просто висеть на какой-нибудь железной балке, даже если ты 100-килограммовый мужик. Это интересно. Ну а если вы просто торгуете миксерами, извините, меня это не возбуждает. Только если это не такой миксер, в который вы гарантируете, что мы можем запихать три алюминиевых банки из-под пива, и он перекрошит это в месину прямо на камеру. Тогда мы берем его. У вас в магазине самые мощные петарды? Я заинтригован. Вы торгуете вязаными шапочками? Нет, я не возбужден. Вы торгуете приборами ночного видения или какими-нибудь телескопами, которыми можно присоединить зеркальную или беззеркальную камеру и фотографировать звезды? Мы в деле. Вопрос, куда бежать, кому писать? Снизу находится ссылка в описании. Это мой помощник. Помощника зовут Серега. Это мой хороший друг, оператор, а также заведующий каналом Муха не сидела, с которым мы все и снимаем. Важно. Вы можете даже не писать ему здравствуйте. Не надо писать здравствуйте, мы начинающая молодая фирма, которая развивается и только начала... Идите в задницу. Сразу кидайте ссылку на то, что у вас есть. Кидайте ссылку на то, что у вас есть интересного, про что интересно, блин, снять ролик. А если по ссылке непонятно, что там такого уникального, прикладывайте 2-3 предложения. Он скажет вам либо да, либо нет. И если да, то ваш товар, даже если это очень недорогой, стоимостью 500 рублей, например, какая-нибудь интересная, но интересная штучка, мы ее возьмем. Дело не в бабле. Дело в том, интересно будет смотреть людям ролик про эту вашу вещь или нет. И это полностью, абсолютно бесплатно. От 50 до 300 тысяч просмотров. Вот такой вот трейлер канала Муха не сидела. Я надеюсь, что нам пришлют больше всякого интересного барахла, потому что иногда ты просто удивляешься. Я, например, не знал, до того, как не заснял обзор, я не знал, что вообще на свете существуют походные газовые фонари, которые и светят, и дают тепло от катализатора сеточки. Это интересно. Это, черт потери, интересно, потому что я сам не знал, что такое существует. Хочу, чтобы на канале Муха не сидела было больше интересного, крутого контента, потому что между делом, между основным каналом, между заботами по монтажу основных роликов у нас остается время, в которое мы можем потратить на обзоры классных, интересных, прикольных, электронных, неэлектронных. Неважно, это, черт подери, это может быть даже суперновая ловушка для мух. Если она действительно настолько крута, это ваша ловушка для мух, мы сделаем на нее обзор, и это будет интересно. Как, например, обзор на Mosquito Magnet собрал 250 тысяч просмотров. С вами был Слан и Дружа Обломов. Кушайте много, кушайте вкусно. Ссылка, кому писать, в описании. Всем пока. Ну и небольшой постскрипт, он чисто для подписчиков. Пожалуйста, не надо в комментариях писать. Дружа, я бы очень хотел, чтобы ты сделал обзор вот на это. Напиши, пожалуйста, тем чувакам. Напиши сам, если ты хочешь. Потому что мы, реально, у нас принцип такой, мы никому не лезем. Кто что-то предлагает, мы берем, мы делаем обзор. Поэтому, если ты очень хочешь, чтобы мы сделали обзор на вот такую-то штуку, и ты считаешь, что производителю или продавцу это выгодно, ты можешь им написать, и, возможно, они напишут нам. И ты такой обзор увидишь. Большое спасибо. А то очень много таких тем, типа... Дружа, по-моему, отличная идея тебе взять кругосветное путешествие по всему миру стоимостью 50, там, миллионов рублей во все страны и сделать такой обзор кулинарного туризма целый год по всем странам, черт подери. И ты спрашиваешь у чувака, а ты финансируешь? Он такой, не-не-не, просто идея, дружа. Просто идея.